Друзья, приветствую всех! У нас сегодня замечательный гость, у нас сегодня Рустам Солнцев, шоумен, очень известный и любимый уже, наверное, так сказать, герой украинских стримов, его многие полюбили, хорошо смотрят. Рустам, добрый день! Добрый день, Наташа и твои замечательные подписчики. Добрый день! Ну вот начну с того, Рустам, что, конечно, эта неделя была для Украины очень тяжелая, и просто начну с... совершенно вчера была удивительная, так сказать, новость, но потом верифицировали этого человека, оказалось, что все так и есть. Выступила с открытым обращением племянница министра обороны России Андрея Белоусова Наталья Вертинская. Она еще живет в Соединенных Штатах, а раньше жила в Киеве 10 лет назад, и она обратилась к нему после удара по детской больнице Ахмаден. Она сказала так, дорогой дядя Андреев, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет. 8 из них полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, подъезды. Одна из ракет разрушила самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в районе, где жила я 10 лет назад со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз, чтобы моей малышке сделали тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава богу, его не нашли. Ну и так далее. Она призывает, чтобы он прекратил бомбить Киев. И она говорит о том, что, как оказалось, у Белоусова живет масса родственников в Киеве. Она говорит о том, что бабушка и дедушка похоронены в Киеве, то есть его. Смотри, расскажите всему миру, что у министра обороны России в Киеве живет двоюродный брат. Также в Киеве у него похоронены бабушка Белоусова Серафима Николаевна, дедушка. Генерал-майор Белоусов и его тетя, за могилами которых продолжает следить мой отец. Вот представляешь себе, насколько эти люди циничные и наглые твари, когда у него там куча родственников в Киеве, и он спокойно совершенно бомбит. Какая интересная женщина оказалась буквально. А могла бы зиговать с обеих рук, как говорится. Но не делает же этого. И, собственно, с места в карьер. Она тут же сдала этого человека, тут же рассказав буквально пофамильно, поименно, кто там в могилах, а кто еще, собственно, живет. Какая умничка. Не ожидал, в самом деле. На эту новость нужно последить пристально. Знаешь, Наташа, дело в том, что если ты живешь в Америке, она живет здесь очень давно, я так понимаю, у нее хороший пост. Да, в Тесле. Знаешь, Тесла – это компания для очень продвинутых людей. Это сумасшедший, по-хорошему, народец, который изобрел какую-то не идеологию, но буквально новую реальность. И я каждый день эту реальность вижу, и она просто, она меняется. Я вижу эти автомобили без водителей, но с пассажирами. Понимаешь, это уже здесь, это все вокруг. То, что она теперь к нашему барану, то, что она сдала его. Знаешь, хотелось бы, конечно, много времени уделять такому человеку, раскладу, анализу, каким-то образом пытаться понять его действия. Но про него же там кое-что стало известно в самом начале его царствования, как только его возвели на эту должность. И оказалось, что он не очень умел. Переписка эта была. Он сам себе пишет, сам себе посылает какие-то нарративы, какие-то указания, какие-то директивы. И из этих директивов можно понять, что у него, по-моему, что-то с головой. В том смысле, что человек либо идет, либо нет. Особенно, когда это касается мужчины. Эта женщина может быть противоречивой. Про мужчину при должности говорить, что он противоречив. Ну, во всяком случае, это более чем странно. Я думаю, это будет в следующем письме от этой замечательной женщины. Она расскажет свои какие-то детские впечатления об этом седовласом старце. Я думаю, что мы узнаем еще много чего интересного. Ей дай бог здоровья. Пусть рассказывает. И знаешь, слово «цинизм», оно неприменимо к этим людям. Это не цинизм. Наташа, цинизм – это, знаешь, по-хорошему, в каком-то рассказе, может быть, в какой-то пьесе чеховской, знаешь, цинизм сопричастных к главной героине людей, которые все-таки, покупая этот сад, его вырубают. Вот это цинизм, по-хорошему. А у этих людей это не цинизм. Я всякий раз пытаюсь найти для них слова, и всякий раз они нецензурные. Я желаю этим людям зла. Я этому Белоусову желаю зла, по-хорошему. Много зла в его жизни. И если уже близкий человек не выдерживает к нему, а она его племянница, напоминаю, она знает его очень хорошо. Она любила его с детства. Потому что у меня есть дядьки, мамины братья. Я люблю этих людей. Они любят маму. Они всегда рядом с ней. Они перешучиваются, перезваниваются. Они встречаются и сидят кругом. Я себе представить не могу, что я буду говорить плохо о ней. Никогда в жизни. А она все-таки это сделала. Знаешь, мозги у нее прочищены Америкой в хорошем смысле слова. Потому что Америка – это страна большого труда. Это когда ты должен трудиться, что бы ты ни делал, на какой нере. И вот она просто человек, смотрящий очень здраво и понимающий, что она должна быть трудиться и должна быть счастливым человеком. Она смотрит на ту ситуацию, которая происходит, она смотрит на то, что происходит в ее родном Киеве, ужасается этому и уже включает эмоции. А эмоции для американцев, особенно, когда ты 10 лет здесь, это немножко всегда сухо. Это чуть-чуть немножко отброшенное все лишнее. Потому что американцы, они… Надо знать Америку. Они не так эмоциональны. Это не Нина Русланова и не Нина Усатова в наших художественных фильмах. Ничего этого не будет. Нет. Это будет всегда… И если она уже это сделала, так разъярившись, то я думаю, что она нашла для этого правильный повод. Не могла молчать. Знаешь, вот эти красные линии, за которыми циничный человек превращается просто в животное, они же, ну, как бы, долго не нужно экспертировать. Всегда понятно, когда это случается. Вот у нас в Украине очень любят Романа Григорьевича Виктюка. Он всегда в разное время, я всегда говорю, слава богу, что Роман Григорьевич не дожил до этой войны. Ему было бы очень больно, ему бы пришлось там в его возрасте уезжать и так далее. И он завещал, как ты знаешь, похоронить себя на Лычаковском кладбище во Львове, потому что он львовянин, и там он и похоронен. И он всегда, он прекрасно знал украинский язык, он всегда говорил на украинском, когда к нам приезжал. И он действительно создал один из лучших театров Европы. Театр имени Романа Виктюка. И что? Приходит не заничный человек, а просто животное, богомолок, муж Собчак. Снимает все, он же стал руководителем этого театра, снимает все спектакли Виктюка. И переименовывает театр. Это, оказывается, театр, который много лет существовал и был театром Романа Виктюка, переименовывает его там что-то в сцену Мельникова или что-то в этом роде. Но спрашивается. Я понимаю, что он получил задачу в бытровить даже упоминание о Романе Виктюке. Ничто не должно напоминать в этой стране Украину или все, что с ней связано. Но когда творческие люди становятся вот этими животными, которые там доносят, как Данис Лина Беркович, которые разрушают театры, вот что. А как они живут дальше вообще? Мне вот интересно. Я единственное понимаю про Богомолова, что он, конечно, промахнулся вообще в принципе жизнью. Он продался втридешево. И это понимают очень многие. И что самое ужасающее в этой семейке, понимает и сама Собчак. Что рядом с ней находится сейчас субстанция, которая токсична даже для нее сам быть. Она это понимая, отказывается даже комментировать его поступки. Вы никогда не услышите от Собчак никакой комплементарности в адрес поступков именно ее мужа. А раньше это было. Потому что, я хорошо, но эту женщину она млела перед талантом. А теперь она понимает, что это западло и это зашквар вообще в принципе в какой-либо ситуации, при любой уместности этой ситуации, упоминать Богомолова в каком-либо позитивном ключе. Даже она это понимает, зашкваренная, как курица на вертеле со всех сторон баба. Она знает, что это стыдно говорить о нем. Вот эта ситуация с театром Романа Григорьевича – это очередной, следующий, мерзостный, собственно, как бы так сказать, такой знак увечья морального на Константине Богомолова. И то, что ты говоришь, Наташа, то, что говорят очень многие спикеры, все говорят как бы в пандан одно и то же. То есть мы как бы мыслим все одинаково. Я тебе больше скажу. Как мне кажется, сам Богомолов даже не смог себя уговорить там где-то внутри, что он поступает правильно. Я думаю, что где-то в нем все-таки играет и кровь его отца, который не так давно скончался. Это был замечательный старик Богомолов, который, я помню, маленьким, я маленьким был. Я слушал его на эхе Москвы. Этого великолепного человека в гостях у Ксюши Лавиной, между прочим, он тогда был. И насколько он был свободен внутри, насколько он был неценичен, и насколько он в свои старые тогда уже годы, он был настолько в тревожных уже летах, насколько он был ясен мозгами. И вот теперь вот это вот Чувырла, которое мы видим, я думаю, что все-таки он кое-где что-то там понимает, и ему в какой-то момент стыдно. Знаешь, как в том незавиденном произведении «Колоди» у Пиноккио рос нос после того, как он лгал, после того, как Богомолов этот лжет, у него растет и нос, и уши. Если ты заметила, я знаю, Наташа, что люди типа тебя, они не любят говорить на эти темы. Ну, это как бы низкий такой немножко желтенький жанр, но все же, Наташа, если ты заметила, у него как-то странно мерзостно вырос нос, и каким-то образом вымахали огромные локаторы. Я вот это все связываю, Богомолова. Вот чем мерзлее его поступки, в следующий раз жди еще чего-то посильнее. Тем больше будут эти части его лица. Поэтому я тут все связываю. А что вы еще говорите о нем? Романа Григорьевича нет. Я имел счастье несколько минут в своей жизни общения с ним на улицах Москвы, будучи соседями. Роман Григорьевич был очень добрый. Он был солнечный, даже будучи очень-очень уже очень-очень пожилым человеком. Он всегда находил нужные слова. Его было так нужно слушать. Он, знаешь, был по типу Жванецкого. Вот обязательно к прослушиванию. Жванецкий, Пугачева, Роман Григорьевич. Любое интервью – все. Все. Я в этот момент застывал, и мне важно было узнать, что он скажет. И теперь его нет. Слава Богу. Слава Богу, что не дожил. Да, и что не увидел, как разрушили театр, который он создавал столько лет, и в который он вложил всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Но я думаю, что, знаешь, мир он же такой. Бумеранг обязательно прилетит к человеку, у которого растут уши и нос. Журналистка «Дождя» рассказала нам вчера, оказывается, что Беркович и ее подруга получили шесть лет по доносу Никиты Михалкова. Не только этого какого-то чуварла, я даже не помню его фамилии, который якобы наносил за эту пьесу. Оказывается, Михалкову не понравились антивоенные стихи Беркович. И он к Путину не мог прийти, потому что, говорят, Путин так недолюбливает последние годы его. А пришел к этому, Господи, которого недавно сняли, к Патрушеву. И показал эти стихи и сказал, что эти люди должны досидеть. Потому что если мы не поставим на место всю эту творческую, наглую этих либерастов, то, дескать, они тут распроясаются в России еще не так. Таким образом началось следствие. И таким образом вчера или позавчера, я не помню, был окончательный переговор, по шесть лет получили обе. Вот начинать как мажор, снимать там фильмы, которые даже нравились в Советском Союзе всем, вроде там, я не знаю, «Раба любви» или «Несколько дней жизни Обломова», а заключить просто как поп-гапон и как банальный мерзкий провокатор. Вот это биография. Между прочим, все... Спасибо, Наташа. Между прочим, в фильме «Раба любви» он подсидел когда-то Рустама Хамдамова. И я это хорошо помню, и недавно опять перечитывал эту историю, как там все было. У Рустама был совсем другой фильм, и совсем не об этом. Ладно, окей. «Раба любви» спасибо ему за эту ленту, спасибо за Елену Соловей, спасибо за какую-то пронзительность, спасибо за какую-то, может быть, какую-то честность. Опять же, там, конечно, целыми кусками это все взято из итальянского неореализма, это понятно, откуда ***, откуда взято, откуда эти смыслы, все это откуда. Но те настоящие смыслы, которые произрастали в Никите Михалкове, они были вот такие мерзостные, те, что мы видим сейчас. В их первозданной наготе вместе с Патрушевым они уселись в баню, насколько я понимаю, мужики у кузни молвили, и бабы у церкви шептались. Сели там и приговорили, казнили двух девчонок молодых, которые рядом с... Это девочки рядом с ними, просто девчонки. Я не знаю, Терц знает, кем он себя мыт, Михалков. В этой ситуации другой. Кто он? Я не знаю. Один, который сидит на троне Вальгалы? Я не знаю, кем он. Он повелевает людьми? Это очень старый человек. Я думаю, что там болезней просто два ведра и три мешка. И там действительно нужно думать уже о таком вечном уже. Там надо такое уже покаяние внутри себя нести. Там ведь вся семья изувечена, вообще буквально, Михалковская. Ему бы туда обернуться, потому что сидит совершенно сумасшедшая Татьяна Михалкова с бесконечными бантами на старой жопе. Сидят эти его неталантливые дети, которые просто на админресурсе снимаются в этих гадких сериалах, о которых даже говорить стыдно. То есть, по сути, они превратились в сериальных мандавошек. Сидит этот его сын, изображающий себя. Один режиссер, а второй Богомола, между прочим, от Анастасии Вертинской. Тоже все довольно стыдно. А этот занят казнью других людей. Он казнит детей других замечательных людей. Потому что Нина Каттерли, она автор бессмертного произведения «Чудовище», по которому был снят мультфильм в начале 90-х. Один из самых моих любимых мультфильмов, в озвучке которой принимала участие Федосеева Шукшина, между прочим. Всем советую, рекомендую. Ребята, всего 10 минут. Но это такой шедевр. Он есть на Ютьюбе. Чудовище. Да, там показано просто вот за 10 минут буквально все, что с нами происходило в то время. Ну так вот. Если он это сделал, а Юле Таратути, можно доверять, конечно, по любасу, она за словом в карман лезет еще как. Это такая девчонка тугая, но уверенная, упоротая в себе. Ветер на слов не бросает. Я ей доверяю. Юлька молодец. И то, что она об этом рассказала, без обиняков, по-настоящему ткнув ему это в лицо. Что тут можно говорить? Я человек, конечно, эмоционально все это переживающий. Они посадили двух абсолютно невиновных девочек. Это нужно понимать. Это невиновные люди. Это не просто там где-то что-то. Они, знаешь, как-то неверно сказали. Нет, это невиновные люди. Ну, преемственно. Паша же его сажал, сажал. Его отец, который подписывал десятки и сотни писем, когда людей просто забирали. Мы же знаем, что редко обходилось без подписей старого Михалкова, когда нужно было кого-то из писателей посадить. Я помню эту историю с Пастернаком. Я помню, как гадко этот Михалков-старший поступил именно с этим моим любимым писателем. Потому что Пастернак был очень чувствителен тогда в тот самый момент. И был уязвлен всеми буквально. Но мерзостями занимался прям вот иступленно. Михалков-старший. Я все так же. Я по своей новой доброй традиции желаю этому человека зла. Я желаю, чтобы все это обернулось к нему. Это не может так просто пройти. Я думаю, что найдутся люди, которые даже после его смерти нагадят на его могилу. Они это сделают. А сейчас, в данный момент, я ему желаю кашля при поносе. Вот пусть он кашляет, когда у него будет срачка. Пусть. Я не знаю, на что они надеются. Может быть, знаешь, Наташ, даже вот сейчас, когда это стало известно, и сейчас вот про его изуверство станет известно, именно по отношению к двум этим девочкам. Я думаю, что ему будет все равно неловко. Он будет чувствовать себя неудобно. Даже в той публике, в которой он привык плавать, как рыба в воде. Я думаю, даже там эта позиция, этот поступок ужасающий. Эта Трихомундия понимает, что она сделала. Трихомундия понимает, что это мерзко. И та Москва, которая любит Михалкова, любила его, и которая поощряла и одобряла всячески любые его поползновения, это Москва все-таки старых людей. Это очень взрослые люди. Это бабушки и дедушки, живущие в историческом центре. Они еще там остались. Наташа, я как человек, который всю свою жизнь в Москве жил в историческом центре, я этих людей встречал каждый день. Это по-прежнему интеллигентные, чистые люди. Помыслами в первую очередь. Да, они бедноваты. Но при этом у каждого из них есть память. И есть, ты не поверишь, эти огромные квадратные метры и высота сталинских потолков. Потому что все они живут. Ну, просто это исторический центр. Это нужно понимать. И та память не даст им полюбить нынешние поступки Михалкова ни в коем виде. Они, я думаю, что каждая из них, узнав об этом, узнав, будут в душе своей проклинать ее. Проклинать как палача. Палач. Михалков палач. Ну, вот ты оговорился, вспомнил Пугачева. А ведь действительно, довольно долго все говорили о том, что никто ей не даст иноагента, никто ей не даст, она там всенародная любимица, что в этом как бы, какой бы ни была сейчас компания против нее. Но, тем не менее, я думаю, что после Ахмадита, после того, как она написала, что всему есть предел, и это самое бог видит все. Я думаю, что там серьезно подумают. Не только все эти какие-то там фрики, вроде депутата Госдума Алексея Журавлева, но я думаю, что многие из них говорят о том, что надо ее заткнуть, потому что как-то она себе позволяет слишком много. Арфаэпии, конечно, в высказываниях Аллы не так много. Она всегда вот краткая. Ей так нравится. Она написала, как отрезала. Знаете, что их пугает? Я думаю, что в первую очередь это когнитивный диссонанс, который Пугачева вызывает у людей, которые ее знают. А знают ее все. Абсолютно все знают, кто такая Алла Пугачева, потому что песни со всех сторон все так же несутся даже здесь, в Лос-Анджелесе. Можете услышать песню Пугачевой и ничему не удивиться. И вот этот вот самый народ, он находится в когнитивном диссонансе. Как так? Это же Пугачева. Как так могло случиться, что она взяла и уехала? Она кинула вам в лицо, да, не сразу. Я думаю, что она сразу тоже не понимала вообще как бы рекогностировку. И понимание того, как себя вести, пришло позже, когда они начали уже кусать через свою пропаганду Аллу, Макса, всю семью, придумывать разную небывальщину, оскорблять ребят и все прочее. Трогать болезненные темы, семейные темы, темы детей. И тогда Алла уже стала понимать. Сгорел сарай, гориха. Пошли вы все к чертовой матери, сволочи и собаки. Если вы так вот со мной, если вы неуважительны ко мне, значит все. Я имею право на высказывание. Высказывался, конечно, Макс, но теперь не выдерживает уже сама Алла. Я думаю, что тема детей, конечно, болезненна, учитывая, что из последних видео сын-то ее уже вымахал. Он рос там уже саму Аллу. Он уже такой подросток. И она болезненно воспринимает абсолютно все, что касается детей. Пугачева умеет разговаривать и правильно формулировать. Я помню, как сам Жванецкий ей сказал когда-то, Алла, ты можешь уже не петь. Или не Жванецкий, может быть, кстати, Ширвин, обогения, слово. И кто-то из них ей сказал, можешь не петь, просто говори. Вот просто говори. И мало они огребут, когда Пугачева начнет говорить больше. Когда, к примеру, она придет на большое, хорошее интервью. И это будет совершенно неочевидный блогер. Это не обязательно должен быть Юра Тудь или Катя Гордеева. Вовсе не обязательно это будет Ира Ширкман. Нет. Это будет кто-то небольшой, такой вот совершенно скромный, типа меня. И она придет и расскажет все, о чем она думает. Так сказать. С матерком весело под песенку и так далее. Расскажет, и за словом в карман не полез. Я жду этого. Но то, что Пугачева назвала сволочей сволочами, это факт. Это факт. Он не оспоминал. Слава Богу. Пугачева с нами. Слушай, Пугачева – это самый большой, наверное, человек в культуре России после Пушкина. Просто самый большой. Один из самых великих. Там, где Сахаров, там рядом Пугачева. И если она продолжает это делать, это значит, что мы не ошибаемся. Это значит, что наш выбор, наш путь, он не является ложным. Да, он тревожен, этот путь. Да, он неприятен. Старается через боты, через оскорбления, через угрозы и так далее. Но как тревожен этот путь. Не уснуть нам, не уснуть. Спасибо, Алла. Очень, глядя на тех людей, которые представляют постсоветскую культуру, ты понимаешь, что они разделились все на несколько групп. Часть людей ушло, так запятнався ничем. Кстати, на этой неделе умер Туманов, который был другом Высоцкого. И очень часто многие любят спекулировать. А что бы сказал Владимир Семенович, если бы он был жив, а он был бы с теми или с теми. На самом деле, я думаю, что у него было такое художественное чутье и такая совесть, что, в принципе, он знал, на чьей стороне ему быть. А есть люди, которые, знаешь, бегут между капельками. Я не знаю, замечательная там семья, замечательная в кавычках, Абрамовича, которая, ну, вот они поняли давно, что нужно, знаешь, интегрироваться в западный мир и для того, чтобы там не было санкций, для того, чтобы еще, например, мама Даши Жуковой, Даша Жукова вышла замуж за, ты знаешь, за большой, так сказать, за большого бизнесмена. Ее мама вышла замуж там за Мордока, по-моему, я не помню. Ну, по крайней мере, владельца большой медиаимперии. То есть, они эти люди, как бы, не говоря ни слова о войне, не говоря никак свои отношения к тому, что происходит, к страшным событиям, они спокойно, совершенно интегрируются вот в это западное пространство, и они понимают, что это будет их охранная грамота. Понимаешь? Энергетика денег, Наташ, нам с тобой не понять, это энергетика огромных денег, которая их несет. И чем больше денег, тем больше энергетичен человек, если ты обратишь внимание, то рядом всегда с большой голливудской звездой, у которой миллионы, а у некоторых, как у Мадонны, уже там миллиарды на счетах, всегда находится компания людей, которые подвешены на нее просто как на крючок на какой-то. Они даже не имеют с этого каких-то бенефитов, никаких мештяков. Естественно, большие люди не будут держать рядом с тобой с собой никаких остолопов, которые будут кормиться с партского стола и ничего не делая. Нет. Все эти люди предели. Но эти люди подвязаны в первую очередь на огромную энергетику денег. А если говорить о том, о чем ты начала, то конкретно с Абрамовичами сказать, не хочется говорить пошлости, знаешь, расхожие, типа они парят над всеми, они над толпой, они над всей этой схваткой. Но скорее всего так это и происходит. Может быть, еще какие-то личные качества романа самого, который на самом деле он как-то вот раздал всем окружающим людям. Их подхватила та же Жукова когда-то в самый момент. Потому что это очень важно, когда женщина, именно женщина в период своего становления начинает общаться с нужными, важными, большими мужчинами. Она нахватывается от них чего-то. Когда-то, между прочим, чтобы тебе было понятно, Собчак, ведь то суровое Мочилово, которое всякий раз она претерпевает, собственно, как бы и я критикую ее бесконечно, и ты, о ней может плохо говорить пропаганда, ее постоянно всирает Соловьев. она ведь так сильна, опять же, апеллируя к ней, потому что когда-то она начала общаться и замуж собиралась, между прочим, за очень богатого человека. Это энергетика больших денег. ты как охраняешь себя, ты как будто ставишь вокруг себя, ты понимаешь свою всякую уместность и силу свою. Вдруг ты ее приобретаешь, ты понимаешь, со мной ничего не произойдет, потому что я сильно, я сильная, я такая уверенная в себе. С Абрамовичем эта энергетика не просто больших денег, это колоссальные денежные объемы и он чувствует себя забрало этого всего. Все, он защищен и ничего не может его поколебать. Вот он идет как танк. Он и его родственники. Может быть, когда-то мы узнаем, что он от них был какой-то, знаете, такой вот спрятанный, такой движ, о котором мы не знали. И этим движем он приближал мирное время, к примеру. Или что-то очень хорошее, он делал, как опять же по слухам, он просил за Женю Беркович и Свету Петричук. Но, как видим, не допросился. Тут не хватило никакой энергетики денег, небольших, ни средних, никаких. Посмотрим. Я так хочу верить хотя бы кому-то. Мне очень хочется верить во что-то хорошее, в каких-то хороших людей, в их поползновение. Верить в то, что Абрамович каким-то образом гадко влияет на распределение сил, на войну, на смерти, на безбожное убийство людей, я не хочу. Я все-таки думаю, что он где-то и что-то на что-то влияет очень-очень хорошо. и я искренне... Время отременей прессива, там пробегают какие-то новости о том, что он общается со всеми сторонами этой войны, но мы этого не знаем на самом деле. Я думаю, что когда-нибудь возможно узнаем его роль в этом. Потому что мы видим, что он далеко не всеми странами санкционирован, далеко нет. И это о чем он говорит. Но, кстати... Мы не знаем о его моральных низинах. Та кроличья нора, в которой уполз, к примеру, Михалков, упал в нее. Нам известно, мы видим, он не может это скрыть. Слава Богу. Потому что в конце концов это все вылезает и все. Вот оно. У Абрамовича нет этого. Мы этого не видим, мы этого не знаем, как под него не копали. Там все, вот это вот 90-е, 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 98-й год, динаминация Ельцин. И вот все топчется как бы в том отрезке времени. В теперешнем Абрамовиче я очень хочу видеть проблеск надежды. Я жду. Ну и особая тема, конечно, которую можно наблюдать каждый день, это так называемая, ты говоришь, энергия денег, она велика, люди могут себе многое позволить, людям могут себе позволить другую степень свободы. Но я вот буквально перед нашим эфиром случайно в социальных сетях наткнулась на фотографию Вася Обломова и Шнура. Это в 22-м году они вместе еще фотографировались, это была премьера какой-то Васиной песни. Я подумала, но каждый из этих людей интересно начинал. Но Вася и сейчас, собственно говоря, он покинул Россию, насколько я знаю. И, ну, то есть он выступил открыто против Путина. А Шнур, который так замечательно, интересно начинал, я знаю, что даже очень многие украинские депутаты ездили на его концерты уже после 2014 года. Вдруг превратился в какого-то жалкого, согбиного чиновника в очочках, да, там в дорогих костюмах. И вдруг, знаешь, совершенно другой человек стал, крошка цахин. Говорят, что у него там другая жена, она на него влияет каким-то образом. Да не верю я. Когда в человеке есть вот это внутреннее желание не быть говном, а быть свободным человеком, никакая женщина на него не подействует, какой бы она там ни была. А он просто превратился в тену канделаки только с другим органом между ног. И всё. Знаешь, я ему давно уже пожелал, ну, так сказать, царствия небесного тут вот на земле. Он для себя его создал. Мне казалось, что, знаешь, всё-таки это персона, который своё вот пространство во ржи вытоптал, и он стоит внимания. Но это была ошибка. Он по-прежнему, он по-прежнему, знаешь, хоть и хорошо одетый и со вставленными дорогими зубами о цене, которых он зачем-то солгал, потому что есть предел и стоимости и этого, опасавшийся алкаш. Вот он. Который напялил на себя шмотки встыренные из какой-то верёвки по-настоящему богатого человека. И он пытался себя изменить этим. Он пытался нас всех обмануть, что он, дескать, не дворняшка, не я, который голый с некрасивым членом бесится на сцене. Он выступал обнажённый. Напоминаю, абсолютно обнажённый. Он выходил на сцену. В Ютубе это и есть, да. Он снимал штаны на фронте. Конечно, штаны с труханами. Он полностью обнажался. То есть, это было какое-то бесстыдство, знаешь, да, отсутствие интимного стыда, это первый признак шизофрении. Ну, оправдывать его этим я не собираюсь. То, что он сделал, он сделал как-то, и с ним кончено. Причём даже, знаешь, лжецы называют лжецов лжецами. То есть, опять же, преснопамятная Собчак, даже она смеётся над ним. Даже она. То есть, они в своём моральном каком-то изводе они находят друг друга уродливыми. Это удивительно. Это неспроста. Так между ними красненько-то стало. Давайте. и бог с ним. И знаешь, он как будто бы немножко отполз, Наташа, в последнее время. Он как будто бы немножко притил. Он понимает, что отпетлять у него не получилось, что он на самом деле как бы проболтался. И как бы это всё теперь для всех секрет Балишинеля. Он мерзостен. Вот как же, как же, как и Богомолов, Михалков, они мерзостны даже для своих. Уже. То есть, это даже неприлично уже как бы обдолбанной Виктории Шиляговой светской птицей вешаться на него даже в той степени обдолбанности, которую она имеет. Это неприлично даже ей. Поэтому как бы чего тут ждать? Он такой, ему казалось, что он будет вечно такая персона грата для всех. Но оказывается, что даже даже тут не сработало. не срослось, не случилось с ним. И Бог с ним. Вот я не знаю, ты, наверное, тоже заметила, что он отполз. Его нет, высказываний нет. Его никто нигде не фотографирует. Он мало где появляется. Даже этот Вася Обломов, о котором ты сказала, он оказался такой небольшой, он очень компактный, очень комфортный. Этот Вася, дико талантливый. И даже он оказался, понимаешь, при всей своей... Вот он такой маленький, такой миленький, оказался глыбой. А те, кто для нас были глыбой, оказались просто обоссанным, знаешь, мартовским снегом. Честно. Который они, который они же и съели. Потом все. Стыдные люди. Стыдные пластели. Да, да, быстро. Хотела с тобой еще немножко поговорить об Америке. Мы же знаем, что много говорим об Америке. Для нас еще важно, каким будут выборы, что будет после выборов. Мы Соединенные Штаты воспринимаем в Украине как своих главных партнеров. И так оно и есть. Потому что, ну, кто дает больше всего оружия, кто поддерживает больше всего Соединенные Штаты. А вот, ты же, я смотрю, ты много ездишь, много работаешь. И вот как ты считаешь, вот просто обычный американец, да, ему вообще, ему интересно то, что происходит в Украине. он вообще знает об этом или не очень? И очень, Наташа. К сожалению, к сожалению, вот это не очень, оно так бросается в глаза. Я уже тебе рассказывал, что почти три года я здесь нахожусь, и за три года только один американский житель, один из того огромного числа людей, с которыми я уже общался, заговорил со мной, сам заговорил со мной о этой чудовищной ситуации, которая происходит уже третий год. Один. Ты представляешь, Наташа? Я молчу, конечно, об этих замечательных всего, очень пожилых евреев, которые здесь ходят с палочками, социально окружены, у каждого из них выплаченный дом или большая квартира, и им уже жить свою, доживать. Их это волнует. Да, они ходят с этими наушничками, я их узнаю. Почему? Потому что они меня узнают в первую очередь, они мне говорят, здравствуйте, Рустан, здравствуйте, слушал вас вчера, у Гордона, к примеру. Знаешь, Наташа, я понимаю, что им не все равно, что я все-таки для них больше спикер, а не поп, знаешь, на малооплачиваемой панихиде, то есть болтающий непонятно для кого и кому. Нет, адресат есть, и они тоже. Он. И это важно, доносить это до людей. Америка, она, это вещь в себе, это люди так замкнутые, это люди настолько, если бы те россияне, которые, как им кажется, верно и правильно голосят о том, что Америка их враг, знали бы они, насколько они потрясающие до жопы этим американцам. Абсолютно. Нет никакого дела никакому американцу ни до Зет-хосписа, именуемого российской поп-эстрадой, ни до Любы Успенской, ни до Иры Аллегровой, ни до Путина, в конце концов, берем выше. Нет дела. Но и это обидно, и это страшно, конечно, и до самой войны. Увы, это так. И то, что Байден, он так въедлив в это, он так в это погружен, он настолько внутри этого всего процесса, это очень ценно. ценно. Потому что люди его уровня в Америке, а его возраста вообще нет никакого дела. Вернешься ли ты когда-нибудь в Россию? Я очень хочу, потому что я по-прежнему люблю свою страну, я в нее верю. Ко мне приходят люди, которые высказываются в чате, и они все из России, очень много из России. И я понимаю, слушай, это здравые, прекрасные люди. Как я могу их презирать или ненавидеть, или чохом, знаешь, говорить про них, что вы Z-паблик и так далее. Нет, конечно. Вот они, все эти прекрасные люди, вот они замечательные. Их много, они пишут письма, они приходят в чат. Каждый день в моем стриме, каждый день в вечернем стриме они приходят, и знаешь, упоротые, как октябрята, одно и то же, одно и то же, и заключают преступления путинского режима. И я очень четко научился и учу других. Отделяйте, пожалуйста, режимы и сволочи от просто хороших людей, а хороших больше. К ним-то я и вернусь. Спасибо большое. Вот на этой ноте мы сегодня остановимся. Как всегда, огромное спасибо тебе за поддержку Украины. Мы переживаем тяжелые времена. Третье... Я знаю. Ну вот я, мы начинали с тобой стрим, и я увидела, что ракеты опять летят на Киев, и, ну, я же вставать не буду, мы будем продолжать обязательно. И, конечно же, это изматывает изо дня в день, изо дня в день одно и то же, когда ты видишь смерть, когда ты видишь все это. Но я уверена, что рано или поздно, рано или поздно, на нашей улице будет праздник. Обязательно. Ну, потому что иначе быть не может. Спасибо тебе большое, и до встречи. До свидания. Пока, Наташенька, пока. Спасибо тебе. И тебе спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова